Друзья, всем привет! Канал Шанс подняться. Чем нам с вами запомнился US Open 2018 года? Очень вкратце расскажу. Завершили карьеру Михаил Южный, Жильмюллер, Давид Феррер и Жилен Бенето. Жилен Бенето напоследок успел отвесить хорошую оплеуху Марка Чекената, который после раунда Рос пока не выиграл ни одного матча. Я считаю, что и Жильмюллер напрасно завершил карьеру. Сейчас, да, он не в лучшей форме, но на серии турниров в зале, на харде, он вполне мог бы пошуметь. Да и в начале сезона где-нибудь в Брисбене тоже мог бы хорошо себя показать, но принял решение о завершении карьеры. Дальше был хороший матч Данил Медведев. Это именно для россиян хорошая информация. Данил Медведев объяснил Стефаносу Сепасу, кто был шит, а кто рашен. Для тех, кто не в курсе, можете загуглить их конфликт. Но я думаю, что сейчас все уже в порядке. Тем не менее, Данил Медведев уверенно победил. Самый крутой матч третьего круга. Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, где Карен Хачанов имел шансы повести 2-0 по сетам. Да и вообще все сеты, в 4 сетах Карен проиграл. Все сеты были или тайпрейт, или в счет 5-7. Ну, в очень тяжелой борьбе Карен Хачанов проиграл, показав тем, что в концовке сезона и в следующем году бороться он будет уже на другом уровне. Это был самый крутой матч турнира, как по моему мнению, до того момента, когда Рафаэль Надаль встретился с Домиником Тимовым. Первый сет, Рафаэль Надаль проиграл 0-6. В итоге, в пятой партии на тайпрейке со счетом 7-5 выиграл Рафаэль Надаль. Я считаю, что это был самый крутой матч турнира. Мое мнение. 4-5 Рафаэль Надаль уступал в решающем тайпрейке. Кейни Шикори обыграл в пяти сетах Марина Чилича. Качество тенниса было не самое хорошее, но тем не менее, результат есть результат. И для Кейни Шикори Марин Чилич не самый удобный соперник. В 2014 году Марин Чилич не дал Кейни Шикори завоевать трофей. В том году Кейни обыграл Новака Джоковича в полуфинале. Но теперь Кейни обыграл Чилича, но проиграл Джоковича. Ну и пожалуй, из того, что было очень обидно, это то, что Рафаэль Надаль в матче с Домиником Тимом потратил, видимо, столько ресурсов организма. И его колено, ну как сказать, его колено не выдержало. И в матче с Дель Потро, первый сет проиграв на тайпрейке, второй проиграв 2-6, Рафаэль Надаль снялся из-за того, что он болит колено. Не знаю, что будет дальше, желаем ему выздоровления. Конечно, я считаю, что это главное расстройство турнира, потому что при полной боевой готовности, я считаю, что Рафаэль Надаль, ну как минимум, показал бы еще один очень-очень зрелищный и хороший матч. А дальше, дальше, в общем-то, что было у Новака Джоковича? У Новака Джоковича по сетке, ну из серьезных соперников, там скажем, о которых стоит там упомянуть. Кейни Шикори, хотя для Новака он тоже удобный соперник. Хуан Мартин Дель Потро в финале, тоже, считаю, удобный соперник, но он был опасен. Он был опасен, так как на Олимпийских играх в последний раз Дель Потро победил Новака. Может быть, не последняя их встреча, но, тем не менее, на Олимпийских играх Дель Потро обыгрывал Новака. Ну, собственно, давайте кратко еще по женщинам упомянем, что Кая Канепи обыграла Симону Халеб в первом круге. Ну, в общем, это было сенсационно довольно. И, конечно, надо отметить, что Новак Джокович, к сожалению, не встретился в четвертьфинале с Роджером Федерером, который кругом ранее уступил Джону Милману в первом сете. Как по моему мнению, опять же, Роджер просто играючи выигрывал, а потом решил отдать встречу. Хотя в интервью он говорил, что в какой-то момент я просто был рад, что матч закончился. И еще он говорил также, что ему было тяжело дышать. Вроде как аномальная жара в Нью-Йорке в эти дни была. Но я не знаю. Некоторые придерживаются мнения, что Роджер просто не хотел встречаться с Новаком Джоковичем, так как чувствовал, что не сможет победить. Я лично не очень верю в эту теорию. Мне кажется, что что-то случилось просто. Просто что-то случилось. Вот то же самое, что и случилось, когда Роджер проиграл на Австралии на Open Андреасу Сеппи, когда Роджер проиграл на Умблдоне Сергею Стаховскому, когда Роджер проиграл на US Open Томми Рабреда. Все это случалось. И здесь просто так случилось, я считаю. Саша Зверев, честно говоря, в интервью, проиграв Филиппу Кальшайберу, в интервью сказал, что с Иваном Лендлом они настраиваются на следующий сезон. Хотя для меня очень странно, потому что что значит, что ты просто пренебрегаешь турниром большого шлема сейчас конкретно? Я считаю, что Саша Зверев пока не целостный игрок, прежде всего в психологическом плане. Да, от него все все ждут, и именно это на него сильно давит, поэтому он не может побеждать на высоком уровне, проиграв Хену Чону на Австралии 0-6 в решающем сете, не добив соперника совершенно. Здесь первый сет выиграл Саша Зверев у Филиппа Кальшайбера, в итоге следующие три проиграл. Да, не видел я этот матч, говорили, что Филипп Кальшайбер показал очень крутой теннис. Я все понимаю, но тем не менее, Саша Зверев должен таких соперников на турнире большого шлема уж точно проходить, таких как Филипп Кальшайбер. Все-таки это не совсем тот уровень. Но, пожалуй, это самые такие для меня лично запоминающиеся события. Ну и Новак Джокович сравнялся с Питом Самбросом по количеству выигранных турниров большого шлема. Давайте еще немного к ВТА вернемся, к женскому туру, что просто я вот один факт учту. Наоми Осака для меня укрепилась как теннисистка, которая обыгрывает американок на американском харде, на американской земле. В очень хорошем стиле обыграла Мэдисон Кист. И, в общем-то, в скандальном там матче... Ну, скандальный он был только для Сирены. Для японки никаких проблем не возникло. Поздравим Наоми Осаку с победой. Ну и, разумеется, Новака Джоковича. Всем удачи, спасибо, что посмотрели это видео. Лайк и подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok